Привет, друзья! С вами я, Рома, и добро пожаловать! Это Детройт Стать Человеком! И повествование истории продолжается от лица Маркуса. Да, мы пересобрали себя в предыдущий раз, оторвали от себя какую-то антенку, которая вот, видите, вот это голубенький кругляшок. И по идее мы теперь просто как... человек? Я даже не знаю. Куда мы приехали? Что мы должны делать? Действительно ли мы свободны? Мы... всё это, надеюсь, нам объяснят, просто... ну серьёзно, мы просто Маркус, который никому не служит. Ладно. О, Иерихон! Да, точно, нам же говорили о такой штуке, как Иерихон. Смотреть символ. Какой-то робот, хорошо. А, искать граффити такое теперь надо. Ну вот же оно, ну это же без проблем. Найденные символы. Вот этот, что ли? Да. Информация обновлена. А, он это типа сканирует, как QR-код какой-то. Прикольно. Надо найти теперь ещё граффити. Господи! И типа таким образом мы найдём Иерихон. Только я не особо понимаю, откуда он взял самое первое граффити. А, ну кстати, вполне возможно то, что когда он собирал себя заново по частям, там типа информация какая-то осталась от другого робота. Вот он и вспомнил. Ну, наверное. А, да-да-да-да-да-да-да! Вот оно, вот оно, помните? Ферн... фер... чё? Ферндейл. Я помню! Там был какой-то флэшбэк. О! Я, по-моему, вижу. Там же макака какая-то, да? Вон она впереди. Ну, ты чё, не хочешь спускаться? Интересно, он теперь это презирает или... Ему всё ещё плевать? Просто, вы не забывайте, он же типа робот. У него до сих пор нет как таковых эмоций. Ну, не прописаны они. Ну, чё, здравствуйте, макака. Я уже вижу два значка как минимум. Добраться до Ерихона. Итак, первый значок вот он. А второй значок... Вот он! Ага, здравствуйте! Сканируем. И новое граффити надо найти. Да, шо ты будешь делать? Ну, розовый цвет достаточно легко найти, учитывая то, что здесь не так много розового. Ой, мы можем послушать чей-нибудь разговор. Здрасте! Ну, и чё вы заткнулись? Ой, ладно. До свидания. А, я уже вижу. Вон она, розовая штуковина. Я отсюда могу просканировать? Ууу, жаль. И вообще, кстати, а мы можем вообще что-то поделать? Мм? Типа там пристать к роботу какому-нибудь. Во-во-во-во-во-во. Чё-то тут было сейчас. Я только что видел. Блин, я только что видел какая-то жёлтая штука. Во! Ну-ка. Э-э-э-э. Да тут только что иксик был. Да мать твою, я видел икс. Не обманывайте меня, что его здесь нет. Это какая-то странная хрень. Серьёзно. Я видел икс. А, поговорить. Ты знаешь, где Ирихон? Приветствуем на киберпарковке. Вообще, зря ты это спросил. Блин. Она же это записала. Э-э-э. Киберпарковка. А вот Маркусу надо заряжаться? Не забываем, он андроид. Он не человек. Я буду поднимать эту тему миллион и миллиард раз. Он робот. Значит, ему, как и любому роботу, нужна подзарядка. Так вот, какого фига он не заряжается уже так долго, ему норм. Так, подождите. Поговорить я ни с кем не могу, да? Так, на всякий случай проверю. Ага, всё нормально. Ну чё, розовая фигня, здорово. Давайте сканировать. Вот уже первый значок вижу. А второго, кстати, я чё-то даже и не увидел. Он здесь есть вообще? А, вот, да-да-да-да-да-да. Здрасте. О, снова значок. Там он вроде как один. Какой-то красный робот. И у другого вторую шляпку красную снимают. Что-то типа такого. Ой-ой-ой, а большой город так-то. Я это фиг найду сейчас. Там вроде как ничего нет. Попробуем сходить в эту сторону. Может быть я сразу сейчас найду те граффити, которые типа надо будет найти потом. А я такой, ааа, и сразу нашёл. Ууу, какие здесь автомобили. Прям Теслы. 38-го года. А, не, не сюда. Итак, ещё раз робот. На всякий случай перепроверю. Он находится за решёткой. Решёток, блин, здесь много. Поэтому мне это ничего не даёт толком. Но я всё равно попытаюсь найти. А, во, вижу. Я уже вижу. Давайте, проезжайте, мистер машинка. Вот он, робот. Всё, надеюсь, это последний. Идите отсюда. Отстаньте. Да господи. Как же вас много, людишки. Первый значок. И тут их целых три. Чего, блин? Я один-то только нашёл. А вы мне три суёте. А, вот второй. Окей. Ну. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Не хочет изучать. А, вот всё. И третий. Эмм. Ребят, вы, скорее всего, уже видите. Я не вижу. Простите, пожалуйста. Где долбаный третий значок? Но я его, правда, не вижу. Вот он, полюбасу, прямо, прямо сейчас вот у меня. Перед глазами. Но нет. Присесть. А-а-а. Ты посмотри. Может быть, я его не вижу, потому что там решётка загораживает. Тогда это всё объясняет. О, так намного легче. А, ну конечно, конечно. За этой штуковиной. Кто-то я его не видел. Я не удивлюсь то, что Эрихон находится под люком. Вообще не удивлюсь. Всё, дайте я просканирую это. Информация обновлена. Теперь нам надо найти какую-то чёрную женщину. Окей. Но надо ли мне это делать? Так, а в люк я могу забраться? Нет, в люк всё-таки нельзя. А вон и чёрная женщина. Ух, какая-то свалка машин. Такое вообще в Детройте нормально? Блин, снова три значка. Да вы чё издеваетесь? И ведь самое главное, я так и не понял, что такое Эрихон. Это место, где роботы свободны? Или что-то типа этого? Где роботы не рабы? Что-то типа такого, да? Ладно, больше значков я не вижу. Доберитесь до крыши. Фух. Ну я-то сделаю это по-любому. Правда, как? А, вот походу уже понял. Давай, Маркус. Ты сделаешь это. Ты сильнее любого человека. Ты не чувствуешь боли. Странно, но он стиснул зубы. Якобы ему больно. Воу. Классно. Да, уже вижу второй значок. Но третьего я так и не могу найти. Наверное, он где-то прямо передо мной снова. И я такой слепой. Представьте себе, его здесь нет. Да, я бы его точно увидел. Может быть где-то дальше? Нет. Нет. Нет, 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 нет. Все не так просто. А, вот он, вижу. Все. Белый знак. Капец, его реально не заметить. Это, конечно, все увлекательно. Но когда я найду Ерихон? Ё-моё. Мне сейчас надо будет много чего нажимать, да? Я готов, я готов, я готов. Я готов. Чего, блин? А, я могу просчитать прыжок. Та ладно. Будет слишком неустойчив. Ну, окей. А как мне тогда? Здесь? Прикольно, блин, на самом-то деле. А потом вон туда. Будет слишком неустойчив. Хорошо. Слушай, Маркус, ты прикольный чувак. А если опять же вот так? Но потом, например, на перекладину. Да, точно. Идеально. Идеально. Супер-робот. Запустить. Классно. Блин, это очень круто. Я даже завидую Маркусу. Типа, я завидую таким технологиям. Я завидую тому, что он робот. Спрыгивай. Надеюсь, это последний знак, который нам надо отсканировать. Один. Два. И третий, я так понимаю, снова где-то в жопе. Ну, я не удивлюсь. Третий значок. Давайте искать вместе. Может быть, он где-то вот там на двери? Просто там, видите, какая-то лестница наверх идет. Ладно, подойдем чуть-чуть поближе. Ты же можешь подняться? Ты не можешь подняться. Ты, блин, Маркус. Ты умеешь паркурить, но подняться на деревянную дощечку ты не умеешь. Нет, 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 нет. Конечно, зачем? Сначала отсканировать. Подожди, а что тут еще есть? Позиркаем. Вот одно граффити. И оно, по-моему, под... А, вон оно, точно! Реально, оно мне помогло. Эта картинка на руке мне помогла. Рассчитать. Ху-ху-ху! Ну, вот это полюбасу все выбирают, поэтому давайте тоже посмотрим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не получится, хорошо. А вообще просто забраться на нее ты, типа, не в силах, да? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Молодец. Не упал, уже хорошо. Дальше. Понятно. Может быть, по стене, как в прошлый раз. Мы такие паркурщики, что пипец. Да-да, можно. И дальше, я так понимаю, просто наверх. Ладно. Все не так просто. Куда же мне тогда ехать-то? Вот сюда, да? Фу! По-любому сейчас произойдет что-то такое, что... Что он не просканировал, и мне придется нажать на какую-то кнопку. Я, если что, готов. Я максимально готов. Так, аккуратно, Маркус, я за тебя болею. Красавчик, вообще паркуристок. Ах! Ни один андроид с собой не сравнится. Молодец. Пафос. Просто пафос. Так, что у нас там за граффити? Ага, понял. На стене какая-то оранжево-желтая штука, и она здесь. Вот он, огромный просто значок. Самый большой, который можно придумать. Это же все огромный знак. И тут сканировать даже нечего. Надо просто идти дальше. Хорошо. Нет, стоп-потат... Те-те-те-те-те-ра? Че это такое? Хочу туда сходить. Ты можешь? Ты что, не можешь туда сходить? Ну, ё-моё. Вот зачем делать такие дыры, разработчики? Мне сразу хочется туда сходить. А, мне и туда нельзя. А, я понял. А что мне тогда надо сделать? А-а-а-а. Походу, я пришел не в очень хорошее место. Это Иерихон. Якобы. Ну, мы, по крайней мере, близко. Чем дальше, тем хуже, если честно. Если это рай для роботов, то я... Не особо люблю этот рай. А-а-а! Я вижу! Я вижу этот знак! Вот же он! Какой я слепой дурак! Серьезно! Вот же он! Вместе со столбом. Доски. Вроде как. Это надо сюда. Давай, Маркус. Силы тебе не занимать. Хочу, на самом деле, узнать, что с Кэрой и с Алисой. Ну, ладно. Раз уж повествование идет от лица Маркуса, то мы продолжим играть за Маркуса. Логично. Все, что я заметил, мы тупо поднялись на крышу. Если это сейчас будет какой-то Ерихон, мне будет плохо от такой дыры. Типа в сюжете. Мы тупо поднялись на крышу! Если я сейчас посмотрю направо, там будет город. Ну, почти. Ну, вот за тем зданием тупо город. Дороги, мегаполис, машины. Ой, ёптвоё! Господи! Ладно, это было страшно. Спасибо, игра. Не получится здесь пройти. И ничего вычислить тоже не получится. И будет слишком далеко. Хотя, ладно, нам пока не говорят, что это Ерихон. Я уже, знаете, я сам начал придираться. Нам же еще толком ничего не сказали. Просто показали красивый пейзаж. Подождите, все, осмотрю. Ничего. Ну. Ну, я вангую то, что это будет вот этот заброшенный корабль. Вряд ли роботы могут придумать что-то лучшее. Ну, то есть, нет. Они, наверное, и могут придумать, но... Это же надо сделать так, чтобы еще это... Было скрытно от людей. Ну, вы поняли. Заброшенный корабль самое то. Много пространства, людям не нужен. Идеально. Так, стоп, подожди. Отыскать другой путь на корабль. А, да! Реально, нам надо на корабль. Вот это, да. Вот это у меня интуиция. Нееет! Нееет! Как он, не думая, это сделал. Просто он даже не рассчитал. Значит, прыжок, типа, в стену. Ну, короче, паркур для него это норма. Давайте рассчитаем. А прыжок в воду? Пофиг вообще. Просто прыгнем. Сколько там глубина? Я даже на глаз не буду мерить. Я Маркус. Я буду прыгать в воду. Красава, Маркус. Неужели мы пришли? Давай! Эй! Эй! Как свои уже заходим, знаете. Просто... Видим рычаг. Крутим его. Не стучим, ничего. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Хочу все видеть. Ой, мне это напоминает The Last of Us. Не хватает, знаете, сейчас щелкунов и бегунов, которые на меня резко нападут. Вообще дикий The Last of Us. Ой, так, стоп. Что это было? Тут что-то было. Да-да-да-да-да-да-да. Открыть дверь. Не поддается. И тут тоже ничего нет. Осмотреть корабль. Ну я всё ещё вангую то, что корабль это и есть Иерихон. Лучше места для, как бы так, скажем, роботов не найти. Я просто говорю, скажем так, роботов, потому что они уже и не роботы. У них появляется какое-то самосознание. Что это там сейчас было? Господи, там кто-то рыскал. Ну ладно, попробуем. Вы слышите это? На этом корабле кто-то есть. Компьютер, который предсказывает будущее. Я это уже читал. Я уже это читал. Мне это попадалось. Я помню. Да-да-да-да-да. Идите в задницу. Фу, блин, даже страшно стало. Прям The Last of Us. Hello? Кто-нибудь? Я вас слышу. А-а-а-а! Ёб твою мать! Ёб твою мать! Ты... Тварь! Ина! О-хо-хо-хо-хо-хо! Мне плохо стало. Прям сердце отдало. Ну зачем же так делать? Господи, куда же он ушел? Вот я так и думал, что произойдет что-то... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то супер страшное. Всё, я не поддаюсь на провокации. Никакие скримеры не помогут вам. Я буду максимально холоднокровен. Увижу скример. Не подам виду, что мне страшно. Точнее, мне будет точно не страшно. Чё, ты пройти не можешь? Серьезно? Эй-эй-эй, ну давай. Оп! Ну давай! Да что ты будешь делать? Я ж трясу. Кто-нибудь есть? Да вы же уже давным-давно спалились то, что вы здесь. Я робот. Вы можете меня сканировать сто процентов? Это же как-то сканируется. Типа робот робота видит издалека. А уж тем более то, что у меня нету значка. Вы сразу это должны понять. Типа, я... Тихо. Я девиант. Эй-эй, куда? 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 Мне даже не предложили ничего кликнуть. Я думал, можно спастись. И по закону жанра, сейчас мы, короче, поднимаем фонарик, а по кругу стоит огромное количество андроидов. Прям, вот, знаете, закон жанра. По-любасу так и будет. Пожалуйста. Ванга, я Ванга, я Ванга, я Ванга, я Ванга. Да, я Ванга! Я правда не знал. Мне просто почему-то показалось то, что так и будет. Да ладно, это же тот самый. Иерикон здесь. Это же... Тот... Самый. Так, ээээ... Это реально тот самый чувак, который убил девочку. Ой, и фу-то её не убил, а... Упал с крыши вместе с Коннором. Тут не было никакого разветвления сюжета. За Маркуса пока что всё супер линейно. Вот реально. Вообще линейно. Концовка одна. Вы встретились с жителями Иерихона. Молодцы. Идём дальше. Да, в задницу иди. В задницу, говорю, иди. Кто это? Коннор. Коннор и лейтенант. Время 15.02. Тихо, тихо. Программный сбой. Помириться с лейтенантом Андерсоном. Вообще, я уже говорил то, что за Коннора я хочу играть... Ну, знаете, как так... Недружелюбно. Я хочу быть максимально роботом. За Коннора. Это вот мой геймплей. Вы можете бесконечно осуждать его в комментариях, но... Я хочу играть так, как хочу, блин. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. Сто процентная гарантия, не ошибёшься. Ну-ну. Просканировать. Посмотрим, кто ты есть на самом деле. Педро Абдар. Дата рождения, ла-ла-ла-ла. Безработный, сведения о судимости, незаконный игорный бизнес, мошенничество. Неплохо. Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Напарники, помириться, изучить... Ну ладно, давай извинимся. Я не знаю за что, правда. Прошу простить моё поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты. Это ты сейчас включил программу. Лёгкий подхлимаш. Лежу у вас там в Киверлайке. Всё продумали. Пожалуйста. Подожди. Посмотрим, сколько там калорий и всё такое. Да ладно, он реально это высчитал. Ха-ха, блин, круто. 1680 калорий. Капец. А это что? Ничего себе, кстати, реально калорийная пища. Очень калорийная, жесть. Герри Кейс. Частный предприниматель. Сопротивление аресту, нарушение гигиенических требований. Блин, тебе может помочь, лейтенант. Сказать, что это не надо есть. Без шанса. Он везде за мной ходит. Я не буду говорить ему, чтобы он это не ел, потому что... Такой едой питаются постоянно, ребят. Все. В Маках, в Бургер Кингах и бла-бла-бла. Сомнительная кампания, азартные игры. Приятного аппетита, просто пожелаю и все. Приятного аппетита. Спасибо. Азартные игры. Этот человек занимается нелегальными азартными играми? Да. Вы сделали ставку? Да. Блин, я думал, он за информацию какую-то заплатил. О Коннери, Хэнк Андроиды, Девианты... Эээ... Эээ... Хэнк Андроиды. Позволите личный вопрос, лейтенант. Блин, может хватит вопросов? Придется спрашивать, иначе мы не дойдем дальше. Ну, налажали. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Ты уже работал с Девиантами? Да, 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 вот с этим чуваком. Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? Ты типа все теперь про меня знаешь. Вообще... Я ХЗКТОН. Я занят расследованием дела. Остальное меня не касается. Поступило сообщение о возможном Девианте. Да что за бред? Ну почему он плохо ко мне теперь относится? Мы пойдем проверить. Неужели он настолько понимает андроида? Я вас подожду. Эх, ладно, в жопу. Все равно мне типа... Конор безразличен как, эм... Знаете, человек. Ну то есть я не хочу делать его человекоподобным. Я потом, может быть, буду перепроходить и сделаю его человекоподобным. А пока что я... Играю так, как вот сейчас. Извините. Я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет. Я иду. Допросить подозреваемого. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который... А потом договорите. Перья, сизый голубь принадлежит нескольким особ... Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Так, подожди. Я как бы хорошо выполняю свою задачу. Стойте! Мы опять идем допрашивать подозреваемого. Ребята, вы понимаете, что прямо сейчас у нас снова есть шанс на то, что... Конор! Что? Правильно, умрет. На этот раз я этого не допущу. Вот реально, на этот раз я постараюсь этого не допустить, и Конор выживет. Пожалуйста. Так, окей, куда-куда-куда. Куда-кула. Туда-кула. Щап, стучим. Только не стреляйте, пожалуйста, я не хочу умирать. Вот зря ты это сказал. Хотя... Да, все-таки зря. А я супер-аккуратный робот. Держусь за лейтенантом. Все, сканируем, сканируем, сканируем. Что это такое? О, господи. Какие-то значки. Ага, читать. Что читал этот человек? Эпидемия красного льда. На, ну мы помним. Это у нас наркотики. Все подсели на этот красный лед. Бедняги людям. Так, подождите. Ой-ой-ой. Это что за хрень? Голубятни, серьезно ли? Вот так. Господин, ну и планище. Погоди, шо это? Похоже, зря притащились. Он ушел. А еще, типа я робот. Я сейчас отсканируем. Погоди. Ща узнаем, куда он побежал. А может быть, знаете, он держал голубей для того, чтобы спутать селет для робота, для андроида? Подозреваемый не ест. Значит, это робот. Да. Значит, это по любасу робот. Подозреваемый заботится о диких животных. Не, ну вы уже поняли то, что это девиант. Осталось его только найти. Так, образец. Голубая кровь! Голубая кровь! Кровь робота! Ага. Дата деактивации. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. РА9. Тот самый. О котором нам говорили. Ты знаешь, что это? Типа, спаситель всех роботов. РА9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значит для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Компульсивный почерк. Мы правда будем изучать стул? Хорошо. Мы изучим стул. Деревянный стул. Подожди, что там еще? Недавно сдвигали следы птичьих фекальных. Маска. Понятно, да. И тут у нас еще все, да? Все? Нет. А больше на этом стуле-то и нечего смотреть. Эй, вы! Может, его подвигать надо? Изучить? Я не могу здесь больше ничего изучить. Честно, честно. Все, что можно было, я сделал. Да ну вас нафиг, ну. Не может быть. Тут правда больше нет улик. Типа, правее я вести не могу. Я думал то, что вот эта светлая штучка, но нет. Подожди. Да, недавно сдвигали. И че? Ребят, если вы видите здесь еще какую-то улику, то... То я придурок! Это не на стуле. Хорошо. Не засох. Использовался недавно цвет. Полуночное настроение. Черный. Реконструировать. И как же ты это реконструируешь, интересно? А-а-а. То есть, да, его... Его сдвигали, на нем писали. А, это вот мы писали. Да-да-да-да-да. И он побежал. Все понятно. Ай, ненавижу я этих тварей. Потерпи, лейтенант. Мы уже близки к разгадке. Мы, короче, постучали. Он побежал в эту комнату. В этой комнате, понятное дело, куча всяких других развилок. Мы можем изучить что-то другое. Как же много здесь, мать ваша, улик. И все это надо реконструировать. Жесть. Следы царапин. Недавние. Ладно. Царапины, это, наверное, интересно. А вот это уже более интереснее. Потому что... Следы-то от пальцев. А, да-да. Просто, смотрите. Я думал то, что у андроидов же нету отпечатков пальцев. А там так и написано. Нет отпечатков пальцев. Просто... Следы какашек птичек. Понятно. И третье. Дайте угадаю провод. Металлический крюк. Сломан недавно. Реконструировать. Как это все было? Вот он побежал. Его сбросил. Ага, 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 ага. Понятно, понятно. Начал падать. Что с ним произошло? Серьезно, господи. Как он это вообще понимает? Коннор, как ты это вычисляешь? Я... Я не понимаю, как он это делает. Подождите, я хочу еще осмотреть что-нибудь. Армейская куртка. Second hand. Инициалы RT. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде. Типа как мамка в детском саду пришивает. Да, да, лейтенант. Ты все правильно понял. Эм... Дыра. За ней дыра. Я же вижу. Плакат городской фермы. Поля в самом сердце города. Это первая улика. А вторая дыра. Ну, блин, ну почему нет? Там, черт подери, плакат скрывает какую-то... Дырку! Ну вы чего? Коннор! Как ты можешь это не заметить? Уголок плаката изготовлен из переработанной бумаги. Недавно был перемещен. Ну, 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 ну. Ты должен это понимать. Вооот. Фигаси. А знаете, что фигаси? Почерк красивый. Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник. Но... Не разобрать. Показать я не могу. Хорошо. Ну что, полезли наверх? По-любому нас там сейчас убьют. Застряли от мамы! Ну ладно, я словлю. А, ничего себе, уже прям так? Хорошо, поехали. Давай, 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 давай. Я мастер. Бежим. Надеюсь, Конор такой же паркурщик, как и Маркус. Просканировать. Быстрый, но рискованный. Лёгкий, но медленный. Эээ, лёгкий, но медленный. Лёгкий, но медленный. Лёгкий. Я не мастер в джойстике, извините. Просканировать. Оптимальный вариант. Быстрый, но рискованный. Так, вот теперь, сейчас будет быстрый, но рискованный. Давай, мать твою, ёпернень. Ааа! О, чёрт возьми! Я мастер всего на свете. Прямой, но многолюдный. Обходной путь. Обходной путь, конечно же. Зачем мне какие-то другие вещи? Я его догоню, 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 догоню. Сейчас будет быстрый. Успеваю нажимать на все кнопочки. Так, сканировать больше не могу, если что. Если вам это интересно. Как нет? А что мне делать? Ага, понятно. Прямой, но медленный. Быстрый, но с риском. Ещё раз. Быстрый, но с риском. А, блин, придётся прямой, но медленный. Хорошо, прямой, но медленный. Давай, 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 давай. Да что ты будешь делать? Почему так быстро? Нихренаж себе. Простите, извините. Я не мастер андроид. Нет, я мастер андроид. Ещё как. Так, отлично. Я молчу, потому что я дико сосредоточенный. Прыжок. Догоним, догоним и не умрём. Догоним и не умрём. Это самое важное для меня сейчас. Икс, 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 икс. Во всех прыжках везде икс. Это я уже запомнил. Сканировать безопасный намеренный прямой, но многолюдный. Прямой, но многолюдный, окей. А, чёрт! Тупые баки. Извините, простите. Чего, блин? Вы предлагаете мне здесь что-то искать? Ой, лейтенант! Мать твою, мать твою, мать твою, мать твою! Догнать девианта. Программный сбой. Хэнк враждебный. Ха-ха! Это то, что я хотел. Это реально то, что я хотел. Я хочу за Конора играть именно так. Да, чёрт подери. Я же ничего не сделал. Я хотел на свободу. Если сдашь меня, сам знаешь, что будет. Модель 874004961. В твоей программе обнаружены серьёзные сбои, включая ошибки 4 класса. Ты признан неисправным и отправишься в Киберлайф на деактивацию. Ты стой, где стоишь. Ублюдок! Ты видел, что я сейчас упаду? Но насрать ведь главное задание. Мне пришлось выбирать. Мне показалось... Я вообще кто? Статистика? Нолик или единичка в программе? А? На живых людей вам плевать. Господи. Да. Ты живой встроенный. Я неверно оценил ситуацию. Да пошёл ты со своими оценками. О, да. Это то, что я хотел. Зачем ты это сделал? А так. Ты один из нас. Заткнись. Помогаешь людям. Для них ты просто раб. Я сказал, заткнись. Ну всё. Идём-ка. РА9, спаси меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Охренеть. Но я Конора именно таким и хочу сделать. Максимально, знаете, роботизированным. Сраные андроиды. Да-да-да. Ты можешь меня ненавидеть сколько угодно. Блин Ну мне понравилась эта реакция Вот прям она классная Да-да-да-да-да-да Руперт покончил с собой Вы значит Догоняйте Рупера И вот здесь где-то мы выбираем Стоп, чё это за говно Руперт толкнул Хэнка И мы выбираем догнать Рупера Да-да-да-да-да-да А так он, кстати, получается Сбежал бы Ну, в общем, ребят Именно таким Коннора я и хотел сделать Я ещё две серии назад говорил о том Что я хочу играть за него максимально Как за робота Потому что что-то мне подсказывает Я честно не смотрел Но что-то мне подсказывает, что все ютуберы Большинство Нет, не все, а большинство летсплейщиков Которые играют в эту игру, они типа прочитали В названии игры Стать человеком, и они просто взяли И за всех трёх роботов играют как за человека Но мне кажется это как-то Тупо Ну типа Я уже сказал то, что у меня есть три робота Типа Коннор это максимальный робот Маркус это и робот и человек И Кэра, где я играю за неё как за человека Ну то есть Оцениваю все риски Бла-бла-бла Вот Думаю, как бы поступил я В реальной жизни и всё такое Так мне кажется намного интереснее Когда у тебя есть три робота И получается ты можешь по-разному за них играть А если играть за Каждого Одинаково То Блин, это скучно Эту игру можно всегда перепройти Да А пока что я делаю именно так, как хочу Спасибо огромное за просмотр данной серии Надеюсь то, что она вам понравилась Собственно И если вы здесь впервые То можете подписаться на канал Поставить лайк Позвать друзей А с вами был Рома И Коннор И Лейтенант И Детройт Всем удачи Всем пока Пока-пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok